Ломать, не строить, но даже демонтаж в здании прошлый подрядчик не доделал. Не так давно в 63-й школе Барнаульского поселка Южный приступили к капремонту по федеральной программе модернизации образовательных учреждений. Но когда рабочие перестали появляться на объекте, власти в кратчайшие сроки нашли подрядчика для выполнения работ. Выиграв конкурс, по объяснению подрядчика, не рассчитал свои силы, нет мощности для того, чтобы вовремя выполнить контракт и по обоюдному соглашению контракт был расторгнут. А после заключен со строительной компанией «Сибирь». Причем срок сдачи объекта прежний – 25 августа. Пока здесь 20 рабочих, но в ближайшие дни их станет больше. Будем работать, стараться. Ну где разрешат две смены. Вообще сразу параллельно зайдут сантехники, электрики, ну и отделочники. Ход ремонта сегодня оценили представители «Единой России». Партия – инициатор федеральной программы модернизации, в которую вошли 7 барнаульских школ. На их обновлении выделено 422 миллиона рублей из бюджета всех уровней. Эта школа – одна из крупнейших в городе. Здесь учатся 27 классов. И одна из старейших. Мы говорим не только о комфортном обучении, скажем, комфортной среде с точки зрения ремонта, но и с точки зрения оснащения оборудованием для того, чтобы наши ребята могли изучать уже передовые технологии. Очень большой объем работы, который будет проводиться, будет проводиться под контролем партии «Единая Россия», чтобы дети наши в сентябре начали уже нормально, полноценно заниматься. Сейчас частичный демонтаж произведен на втором и третьем этажах. Кабинеты третьего частично отштукатурены. Партийцы намерены продолжить контроль за этим и другими социальными объектами. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.